Районный центр Лунина, Пензенской области и его спортивный комплекс «Алая паруса» на один день превратились в бойцовскую столицу Поволжья. Из-за большого количества участников турнира для безопасности торжественное открытие решили провести на улице. Организовала турнир Пензенская региональная федерация ММА, а всячески поддержала ее Кузнецкая епархия. Желаю хорошего боя всем. Для каждого сегодня он закончится по-разному. Кто-то с щитом, кто-то на щите. Но для каждого это будет большая польза. Турнир решили посвятить 800-летию святого князя Александра Невского и памяти местного парня Виктора Исайкина. Он активно занимался ММА в Лунина, а 4 года назад погиб в Сирии, защищая мир на всей планете. Калаш лиц как символ связи поколений. Между ними 8 веков разницы, но их жизненные цели – служение и защита Родины едины. Человек достаточно был, ну так скажем, чтобы ради него вот так вот достойный вот этого всего. Ну для района это большое событие. Молодежь смотрит, военно-патриотическое воспитание. Так вот у нас сложились звезды, появились там ребята, которые помогли финансово, так как делали зачастую стоят финансовые поставляющие. Вот мы решили провести в этом году именно вот в месяц гибели Виктора. То есть Виктор погиб в сентябре 2017 года. Сегодня, вот спустя 4 года, мы проводим данное мероприятие. На ринге и ковре развернулись настоящие спортивные баталии. В турнире приняли участие около сотни бойцов из трех регионов и пяти епархий по Волжьям. Курьяновскую область представили 11 воспитанников клуба «Пересвет» при Жадовском монастыре. Каждый из них приехал сюда только побеждать. Причем побеждать уверенно, желательно досрочно, иначе на выезде никак. Например, студент Жадовского сельхозтехникума, 17-летний Олег Тилисен, четко осознавал, что легкой прогулки тут не будет. Оба свои поединка он завершил жестко и досрочно, принеся первое золото в копилку «Пересвета». Примерно по такой же схеме провели турнир Георгий Герасимов, Ярослав Малиновский и Богдан Макарычев. Они побеждали уже на ковре, где бились спортсмены от 12 до 15 лет. А вот братья Бузуова из Жадовки немного не дожали и остались только серебром. Когда же стали подсчитывать результаты, то оказалось, что клуб «Пересвет» завоевал 9 медалей. Для выездного турнира это более чем хороший результат. В целом я выступлением наших ребят доволен. Пандемия и летние каникулы немножко, конечно, сбили их с рабочего ритма. Я думаю, что над этим будем работать, это будем подтягивать. Ну, а в целом, я считаю, что команда выступала неплохо. У ребят еще не успеет пройти победная эйфория, как начнутся жесткие тренировки. Если позволит эпидемиологическая обстановка, то бойцы из «Пересвета» до конца этого года планируют принять участие еще в нескольких крупных турнирах. Дмитрий Гурин, видеостудия Барышской епархии, специально для Уллправда. ТВ.